Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Первый пошел. В Саратове начал работу Кассационный суд общей юрисдикции. Балашовский герой. Сотрудник системы УФСИН спас несовершеннолетнюю от насильника. Федеральный стандарт. В России создадут единые правила комплексной застройки территории. На этой неделе в Саратове начал работу Первый Кассационный суд общей юрисдикции. Это событие прошло довольно буднично. Не было пышных торжеств и пафосных речей. Сама же система Кассационных судов для России нова. Закон об их создании был подписан президентом Владимиром Путиным в июле прошлого года. В общей сложности в стране создано 9 подобных судов. Помимо Саратова они будут работать в Москве, Питере, Краснодаре, Самаре, Пятигорске, Челябинске, Кемерово и Владивостоке. Предполагается, что Кассационные суды полностью заменят Президиуму судов всех уровней и будут рассматривать жалобы на вступившие в силу акты районных и областных судов. Суд в Саратове будет располагаться в двух зданиях. На углу Московской и Соборной расположится коллегия по гражданским и административным делам. Ну а в здании на Первомайской 74, недалеко от мэрии, будет заседать коллегия по делам уголовным. Наша съемочная группа отправилась к судьям в гости. Проиграли в суде первые инстанции? В апелляции и решении суда вступило в законную силу? Теперь у вас есть возможность подать жалобу в Кассационный суд. С 1 октября ваш запрос на справедливость примут по адресу Первомайская 74, если вы оспариваете решение по уголовному делу и на Московской 55, если вы фигурант административного разбирательства. Несмотря на то, что с начала месяца 54 служители Фемиды приступили к выполнению своих обязанностей, штат Саратовского Кассационного суда еще формируется. Открыты 44 вакансии на должность судей и одна из четырех вакансий заместителя председателя. За несколько дней работы подано более 20 кассационных жалоб, что, по мнению адвоката Елены Сергун, говорит о том, что открытие в Саратове Первого Кассационного суда однозначно знаковое событие. Здесь очень важно, насколько эта структура заявит о себе как самостоятельной инстанции, насколько они смогут реально противопоставить себя с точки зрения независимости, с точки зрения закона, каким-то попыткам влияния со стороны органов той же самой местной власти или каких-то региональных структур и так далее. Потому что самая большая проблема, которая возникает при судопроизводстве, это, конечно, зависимость судей, причем она даже не юридическая. Де юре они у нас самостоятельны, но де-факто массу решений наблюдаем, когда по делам, по которым участвуют одну из сторон или заинтересованы в исходе дела какие-то органы государственной власти, они оказывают очень серьезное влияние на исход при рассмотрении дела и тем самым подрывают все основы вообще независимости суда, закона, правосудия. Первый Кассационный суд работает уже несколько дней. Обращения граждан поступают в инстанцию. Самой первой стала жалоба по 264-й статье Уголовного кодекса «Вождение в нетрезвом состоянии». Ее зарегистрировали 1 октября. Я уже подготовил одну Кассационную жалобу, с которой хочу непосредственно сегодня уже обратиться в суд Кассационной инстанции. Вот она у меня уже готова. Это дело в отношении главы Калининского района Мортова Олега Валерьевича. Он в настоящее время, как я считаю, необоснованно находится под домашним арестом, поскольку доказательств его вины пока на сегодняшний день в стороне защиты представлено не было, и мы с этим не согласились. Мы прошли пока только две инстанции, а третья и следующая – это как раз судебные коллеги по уголовным делам 1-го Кассационного суда общей юрисдикции. Может быть, у них будет другое мнение, не совпадающее с мнением судов ниже стоящих. По мнению экспертов, Кассация – самый непредсказуемый этап обжалования несправедливого судебного акта. Но прежде чем Кассационный документ доберется до зала судебных заседаний, специалисты проверят, правильно ли, и в срок составлена жалоба. Судьи изучат прошение по существу. На этом этапе подключаются помощники служителей ФИМИДы, которые готовят проекты судебных решений. И если Кассационный марафон пройден по всем правилам, перед вами откроются двери одного из шести залов судебных заседаний, которое и вынесет решение по вашей Кассации. В любом случае, рассказал нам по телефону юрист Николай Скворцов, открытие Кассационного суда дает Саратову статус межрегионального центра. Во-первых, это рабочие места. Порядка 110 судей будет в этом случае работать. В одних комедиях, из гражданской и в уголовной. Во-вторых, в большой штаб будет помощников судей, секретарей шестердных заседаний и специалистов. Соответственно, выпускники нашей академии юридической, они будут востребованы, смогут устроиться на работу. Следующий аспект. Там порядка 13 регионов будет охвачена деятельность этого суда. Соответственно, для 13 регионов станут секретарь, в которые нужно будет приезжать в обязательном порядке, чтобы участвовать в здании. Поэтому, конечно, турпоток будет большой. Главное теперь, чтобы его освоить правильно и грамотно. Несмотря на начало работы, Саратовский Кассационный суд продолжает набор специалистов, а здание на Московской пока не имеет благоустроенной парковки и не готово открыть для посетителей парадный вход. Но это частности. В целом же, вновь созданные окружные инстанции должны дать, по мнению специалистов, больше гарантии правосудию и объективности рассмотрения дел. Во вторник в Саратове прошло заседание регионального градостроительного совета. Один из главных вопросов, поднятых при обсуждении, комплексное развитие территории. Тема отнюдь не праздная. Проблему обозначили на федеральном уровне. Там решено в корне изменить складывавшуюся годами модель строительства. Суть изменений вкратце такова. Тотальный отказ от точечной и бесконтрольной застройки, а также внедрение комплексных решений. В помощь регионам даже создали стандарт комплексного развития территорий. Он и был презентован участникам градсовета. Вот такими должны быть микрорайоны будущего. Дома средней этажности, коттеджи и танхаусы, ландшафтный парк и парк с аттракционами на площади порядка 400 гектаров. Поселок Воротов-город на землях Саратовского района. Мастер-план комплексного развития территории размещен на сайте Дом.РФ. Корпорация совместно с Минстроем и известным в Саратове консалтинговым бюро «Стрелка» занимались разработкой стандарта, который планируется реализовать в тысячи с лишним городов страны. Совещание в областном правительстве первое за долгое время. Региональный градсовет не собирался два года. В зале чиновники, архитекторы, руководители крупных строительных компаний, губернатор. Основной посыл – городам нужно уходить от советской модели развития. Когда новостройки росли рядом с крупными предприятиями, в центральных районах люди работали и отдыхали, а в спальнах подобной инфраструктуры не было. Сегодня нам необходимо пересмотреть эту концепцию. Независимо от того, в каком микрорайоне живет человек, там должно быть все, чтобы он чувствовал себя комфортно. Детский сад, школа, поликлиника, спортивный зал, музей, пространство со скверами и парковыми зонами. Комплексное развитие территории – один из наиболее перспективных экономически оправданных способов организации жилищного строительства в свойстве. Эта модель застройки считается максимально эффективной, экономически выгодной и оправданной условиями делицы доземель и загруженности коммунальных сетей городских поселений, городских округов. На сайте Дом.РФ областной центр вместе с Великим Новгородом обозначен в числе пилотных городов, где планируется реализовать стандарт. Его принципы давно используются на Западе. Мы же продолжаем идти по старому пути. Города и городская состройка должны быть готовы к изменениям. В советский период появлялись микрорайоны, потому что у нас была другая экономика. И те микрорайоны не были нацелены на развитие малого и среднего предпринимательства. И сегодня мы получаем тот результат, когда первые этажи менеджины перестраиваем, появляются эти самые пангусы. Мы не готовы к изменениям. Вот это применение стандарта поможет городам устойчиво развиваться, вне зависимости от изменений, которые пришли в городе. Новые времена – новые требования. Прежде всего, к качеству возводимого жилья и созданию комфортной среды. Новые районы должны обладать всей инфраструктурой – школами, детскими садами, скверами, объектами соцсферы, магазинами. По этому же принципу нужно развивать и застроенные территории. Но именно экономическая составляющая может помешать реализации стандарта. Много вопросов возникло к коммерческой недвижимости, под которую предлагается отдавать первые этажи в новых микрорайонах. То, что будет новый нормативный для всех, это хорошо. Только я еще рады и как-то содействовать реализации. Вы спросите у всех вместе, какой объем не жилучих? Ну, слава богу, что мы не стали реализовывать на практике, а нет на половине остановить. Вы соборны или все? В городской группе, по личности, где-то народ ходит постоянно. Денег нет. Аптеки бизнес не идет. Сырогами есть, но и пленей покупать. Вопрос. Поэтому мы реализуем нормативные, не только по кругу. Вопрос в том, что в дальнейшем использовать порядок хронических причин, биографических, не просматриваются. Сейчас шершерки бы закрывали, полгода, в щепки ресажей будут пустые. А их тот должен содержать. Против 50. Поэтому начинаем работать. Давайте работать. Только давайте понимать, что это работает. Малому бизнесу надо тоже создавать какие-то условия, чтобы он доходил, реализовал те нормативы, которые мы проектируем. Я с вами не соглашусь. Надо кому-то помочь, по аптеке, по чему-то. Но на самом деле мы сегодня видим, что спрос рождает предложение. И это правда. И я повторяю, что мы должны сегодня бывать по-крупному, как бы кому ни хотелось, предоставлять услуги. И насколько будет эта услуга хороша, настолько она будет покупать. Взял микрорайонный, застроен. Значит, там должна быть не только школа, детский сад. И все, что предусмотрено в рамках организации именно удобства наших граждан. Должно быть все. И жизнь показывает, что все красные линии, не имея нежилых помещений, и когда у нас начинается в метре от уровня земли, через 5 лет это будет все нежилое, будут магазины. Они все начинают делать металлические искусственные лестницы. У нас все красные линии, в одних пандусах и лестницах к первому этажу. Поэтому и требование жизни сегодня говорит. Вот, ну, я согласен про Иболгина, а юбилейно-то все занято, но только все в пандусах и лестницах. Поэтому, когда мы требования закладываем, и в принципе, вот я согласен с Яблоком писающим, мы не сейчас, и завтра там не забьется этими магазинами, услугами и так далее. это будет тогда, когда территория уйдет дальше, а здесь наполнятся полностью, квартиры станут жилыми. Тогда будет востребование, и маленький бизнес придет. Но они уже не жилые, они уже стеклянные, они уже с уровня, значит, земли. Есть вопросы и по объектам соцсферы. За чей счет строят те же школы или детские сады? По мнению мэра, решение нужно искать в диалоге власти и бизнеса. Надо садиться на эту тему разговаривать и готов в город. Мы на сегодняшний день видим 20-й год. Можно закладывать на 21-й год, но вот этот диалог у нас должен быть, потому что мы готовы со своей стороны говорить о ваших решениях, что это вы строите. И капитализация, и продажа наверняка увеличится в этих поселках. Вы с своей стороны получите гарантию, что вкладывая средства, у вас есть гарантия выкупа там в последующем, по определенному цене. Новые стандарты пока будут носить рекомендательный характер. Сейчас их увязывают с действующим законодательством, но их разработчики не исключают, что впоследствии они станут нормой. Что касается самого документа, сегодня ведется обширное обсуждение, как его сделать, в какой-то степени обязательно, в какой-то рекомендательный. Выбираются параметры, анализируются с обменом с нестройом России эти параметры. Виталий Иванович мог бы видеть внедрение данного документа как обязательную часть для цели выполнения национального проекта «Живио городская среда». Теперь о ЧП в Балашове. Там на прошлой неделе в центре города задержали мужчину, который пытался совершить насильственное действие сексуального характера с несовершеннолетней. То, что преступление удалось предотвратить, случайность, герой этой истории Сергей Жога, 35-летний сотрудник системы исполнения наказаний, на счастье девушки оказался в нужное время и в нужном месте. Вечер рабочего дня в Балашове. Тогда Сергей Жога шел с сыном из детского садика, забрал его по пути домой через этот сквер. Внимание привлек странный звук. Проходя мимо кустов, то есть возле площадки, именно вот здесь, вот здесь. Загрынул кусты, увидев лежащих людей, выразил свое недовольство, при этом в грубой форме. Тем самым, спугнув предполагаемого преступника, он резко вскочил, начал одеваться. Девушка в этот момент поднялась, вырвалась из рук, так скажем, и бросилась через кусты кусты мне навстречу. Он еще не знал, что за несколько минут до его появления мужчина напал на девочку-подростка и повалил на землю. Сергей держал за руку сына, рядом предполагаемый преступник. На раздумье у сотрудника тюрьмы оставались считанные секунды. Недалеко детская площадка, на ней были взрослые, к ним и побежала пострадавшая девушка. Своего сына Сергей оставил с ними и решил догнать злоумышленника. Хорошая физическая форма помогла быстро настигнуть человека, но тот принялся уговаривать его отпустить. Я резко бросился за ним. Это метров 50, наверное. Прижав его к дому, прислонил. Физическую силу не пришлось применять, так как он практически не сопротивлялся. Но сначала не сознавался, что сделаю. Я его неоднократно спрашивал, что ты натворил, что ты натворил. Но он сначала отнекивался, что он ничего не сделал. Потом, пытаясь договориться, начал предлагать пиво, давай выпьем пиво. Да и ничего не было. Ну и в таком духе все, братан, все нормально, ничего страшного. Ну и все. И в этот момент вызвал сотрудников полиции. Полиция приехала очень быстро. В Балашовской тюрьме Сергей Жога на службе с 2010 года. Работает в основном с категорией граждан под названием спецконтингент. То есть нападение на него может произойти в любую минуту за плечами армия и командировки в горячей точке. На работе о предотвращении попытки изнасилования он не рассказал. Но позже коллеги узнали о случившемся и о мужественном поступке Сергея. Так как повел себя наш сотрудник, как бы честь ему и хвала, потому что не каждый мне кажется в этой ситуации поступил бы как настоящий мужчина. Но зная характер Сергея, то есть общаясь с его сослуживцами, с его руководством, это было сделано, скажем так, как раз в духе его характера. То есть человек не побоялся оставить своего ребенка, человек не побоялся мало того догнать, ну, скажем так, предполагаемого преступника, задержать его, передать в руки полиции. Ну, насколько я понимаю, выполнил полностью свой гражданский долг, который должен был сделать, ну, каждый, скажем так, здравомыслячный гражданин Российской Федерации. Как говорят балашовцы, место, где все произошло, очень людное. Здесь проживает почти половина города. Рядом гимназия, детский сад и сетевые магазины. Местные жители шокированы в случившемся в этом сквере. Мы бабушки ходим, и то боимся по одной ходить. Вот девчат, наверное, не выйдут, я одна буду. Прям их начинаешь боиться. Ничего у меня нет, ничего. За телефон отберут, и все. И ничего не сделаешь. При встрече с журналистами Сергей Жога был скромен и немногословен. Многие местные жители даже и не знали, что в их городе предотвращено серьезное преступление. Сейчас руководством Сергея готовится пакет документов для направления в ОФСИН России на поощрение его ведомственной награды. На этой неделе коллеги из информагентства «Взгляд.Инфо» провели интерактив. Читателям было предложено оценить работу саратовских омбудсменов. Сегодня правозащитная тема заняла одно из основных мест в федеральной повестке. К ней приковано внимание активной части гражданского общества. При этом аппараты уполномоченных по сути и созданы для защиты прав различных категорий граждан и прав человека в целом. Но насколько успешно они это делают? Как работают саратовские уполномоченные? Помогают ли они тем, кому обязаны помогать по должности? Чью работу читатели могли бы назвать наиболее эффективной? Как показали результаты опроса самым эффективным омбудсменом саратовцы считают Михаила Петриченко. Свои голоса уполномоченному по правам предпринимателей отдали 50% респондентов. Более трети опрошенных, а именно 38% самым эффективным омбудсменом назвали уполномоченного по правам ребенка Татьяну Загороднию. Аутсайдером народного рейтинга стала уполномоченная по правам человека Татьяна Жури, которая набрала лишь 7% голосов. Результаты голосования вполне предсказуемые. Саратовский бизнес сейчас переживает не самые лучшие времена. Регион входит в число субъектов, где зафиксировано наибольшее административное давление на предпринимателей. Внеплановые проверки, штрафы, поборы с бизнесменов, излишние требования, которые сохранились еще со времен Советского Союза. Вот только малый список того, с чем приходится сталкиваться представителям бизнес-сообщества. Фронт работ для профильного омбудсмена огромен, и судя по оценке читателей «Взгляда», Михаил Петриченко со своими обязанностями справляется. Опять же, с учетом возможностей и местных реалий. Личное участие в уголовных процессах против предпринимателей выступления на разных площадках по проблемам бизнес-сообщества «Только видимая часть работы уполномоченного, но, возможно, именно она определила результат опроса». Причины не расслабляться есть и у детского омбудсмена. Татьяна Загородняя часто мелькает в СМИ. Уполномоченные по правам ребенка активно присутствуют в социальных сетях. Вот Татьяна Загородняя комментирует ЧП на Белоглинской, где мужчина выбросился из многоэтажки вместе с двумя детьми. Абсолютное зло, уродство, страшнее не бывает. Как? Что движет этими людьми? Негодует омбудсмен. Но участие в разрешении семейных конфликтов это только часть существующих проблем. Преступления в отношении несовершеннолетних, защиты детей-инвалидов, дети в проблемных семьях и многое другое, что делается в этих направлениях. Увы, на странице ВКонтакте участие в семинаре осмотр автомобильных дорог еще один семинар, акция «Голубь мира», конкурс «Успешная семья», семинар по безопасности детей в интернете и далее в том же духе. Есть еще регулярное участие в фестивалях омбудсменов в других городах. Возможно, больше информации на сайте у полномочного? Возможно, но работа аккаунта приостановлена. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, свобода совести, мысли и слова, право на мирные митинги и демонстрации, право на труд и отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образование, кстати, общедоступное и бесплатное. Все эти права прописаны в десятках статей Российской Конституции, но как часто они не соблюдаются в регионе? Наверняка ответ на этот вопрос знает омбудсмен Татьяна Журик. В своей должности она уже пять лет, больше других коллег по правозащите. В этом году была переизбрана на второй срок, получив поддержку депутата по Былдумы. Ну вот с поддержкой саратовцев не густо, напомним, только 7% назвали работу полномочного эффективной. Получается, чуть более процента за год службы. На сайте омбудсмена есть правозащитная карта, там по сути собраны данные открытой статистики. Смертность, рождаемость, уровень преступности, средняя зарплата и уровень безработицы. К непосредственной работе можно отнести разве что число обращений граждан в пересчете на тысячу населения до количества удовлетворенных протестов и представлений. Больше похоже на работу обыкновенного почтового ящика для сбора информации и отправки корреспонденции. Новостная лента практически калька с лента детского омбудсмена, семинар, конкурсы, школа правовых знаний, круглые столы. Вот правда в сентябре прошел прием граждан, 7 обращений. По всем даны устные разъяснения письменные заявления принято к рассмотрению. Может есть что-то в соцсетях? Страница в фейсбуке. Первая она же и последняя запись февраль 2018 года. В общем не густо. Чуть больше информации на странице ВКонтакте, но она лишь дублирует новостную ленту на сайте. На работу уполномоченных в регионе ежегодно выделяются миллионы рублей. Насколько эффективно эти средства отрабатываются? Ответ давать гражданам. Читатели наших коллег из взгляда инфо свою оценку работе омбудсменов уже поставили. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь она подарит нам массу интересных событий.